прекрасно и так это мы с вами обсудили здесь тоже все понятно пластика мягких тканей создание прикрепления disney и если у вас атрофия то интер с пластикой делается можно делать в одну операцию можно делать разбить до сначала сделать направленную тканевую регенерацию потом уже заниматься атрофическим процессом я предпочитаю в одну потому что я не люблю лишние операции атрофия воспаления это да так как мы с вами обсудили устранение воспаления направленная регенерации и пластика но это мы бы просто проговорили с вами уже все сейчас я хочу все это обсудили сейчас тоже тоже я вам все раз вот сюда теперь мы поговорим про такой и пока мы ковыряемся в патогенезе и теологии это для того чтобы потом быстро найти научиться это оперировать что происходит то что алан сказал очень правильно мысль про соотношение имплантатов зубами имплантатов между собой их позиционирование расстояние между ними и отсюда мы получаем иногда проблемы такие как все абсолютно связь сталкивались вот с этой историей абсолютно все уменьшение объема межзубного сосочка по высоте это происходит с каких случаях когда у вас рассосался костный пик между зубом имплантатом между имплантатом и имплантатом у меня есть личные примеры когда неадекватная ортопедия вызвала просто под настолько отдави отдавлены были мягкие ткани а поскольку это в области имплантата и там все очень такое деликатное в связи с тем что там с питанием проблемы то что мы обсудили с вами заранее то вот даже такая небольшая компрессия ортопедической конструкции может вызывать убыль межзубного сосочка и восстановить там ее очень сложно потом там самый знаете какой главный момент не хирургическое вмешательство там хирургически есть решение убедить пациента пожить ортопедической конструкции которая имеет щель между десной и коронкой и они не не могут почему-то вот этот психологический момент они приходят к ортопеду и и где-то там вот после снятия швов начинают просить залейте мне уберите и ортопед конечно идет именно встречу общем ситуация повторять у меня просто такая была история и в итоге как бы все приходит на свои круги и при тонком биотипе сны мы тоже должны помнить о том что это наш такой маячок когда мы видим и фенотипические пациенты с такими признаками в полости рта когда например у него есть еще рецессии на зубах у него тонкий биотип у него есть какие-то там костные дегесценции в при имплантации у такого пациента вы должны подумать все-таки об изменении его биотип и желательно в процессе имплантологического лечения но если это возможно если ты вообще ваш пациент да если вы с ним работали а теперь я бы хотела поговорить вот об этом есть возражение у меня есть я считаю полтора маловато да но я на самом деле вот это не салама а я все-таки придерживаюсь его таблицы всегда при и я вообще его как-то очень так с уважением отношусь к тому что он делает потому что он же из практиков пришел он вообще не ученый он просто оперирующий доктор который пришел к этому вот компиляции в своего труда сам и вот эти вот таблицы они имеют прямо прямое практическое применение ты можешь положить на стол и посчитать по нему все вот эти градусы миллиметра и так далее и считаю что он огромный молодец я считаю что вот здесь должно быть два я знаю что так не всегда возможно в свое время если вы помните сейчас мы просто сталкиваемся с этими пациентами уже как с перри имплантитами у них или какими-то атрофическими процессами в области сосочков так далее была такая мода поставить вот есть объем кости вот максимально широкий диаметр имплантата коллеги которые давно работают они это помнят потому что это вот действительно как-то считалось что да ну что да это немножко уже утрировано но хотя я знаю таких врачей да которые до сих пор так и ставят их и вот максимально они занимали вот этот объем весь который там был это какая-нибудь одиночная имплантация в эстетической зоне и потом мы получали либо рецессию либо убыль межзубных сосочков либо еще какую-то ситуацию поэтому на сегодняшний день есть такая уже даже возовская рекомендация мы были когда в амстердаме на последнем европерио я слава богу услышала уже от кого-то нормального что давайте не будем ставить эти огромные имплантаты давайте ставить нормальные диаметры главное все-таки должны быть вот эти расстояния выверены не наша цель не поставить самый широкий имплантат на свете наша цель сохранить всю архитектонику переимплантной зоны и никак ее не ухудшить своими действиями для того чтобы сохранить полную потом нативность структур поэтому вот эти моменты очень важные и 3 миллиметра да это это закон вы можете сократиться с двух сюда потому что все таки у зуба будет какая-то питательная поддержка за счет зуба десневого соединения за счет ткани парадонта за счет самого зуба здесь не будет никакой поддержки конечно это самая частая история переимплантитов и с воспалением и с атрофией и без именно между двумя имплантатами согласитесь со мной я вот чаще всего сталкиваюсь вот ко мне приходит в общем не секрет ко мне сваливается как в помойную яму все по городу что кто-то не разобрался и вот это такой-то тропинкой приходят значит откуда но в общем то я рада потому что у меня от этого накапливается клинический опыт об этом вот этих вот решений каких-то но первые переимплантиты когда я начала их лечить раньше чем я начала сама ставить имплантаты потому что вот как вы правильно сказали приходил хирург делал вот так вот пациента так вот и закрывал за ним дверь говорю сделайте что-нибудь там с десной проблемы с это было еще очень много лет назад вот я поэтому давно стала искать причины и одна из них когда мы начинали вспомните работать например если мы был дефект на три зуба обязательно ставили три имплантата вот как морковку мы ее должны были поставить я могу сказать что на и тогда уже с большим таким сомнением относилась к правильности этой постановки а сейчас я однозначно этого не делаю даже если пациенты у меня есть пациенты которые просят я хочу вот чтобы каждый зуб был за себя и я с трудом вплоть до отказа что это я делать это не буду до скандалов у меня был пациент который сказал что он будет на меня писать жалобу потому что я ему отказала у него был дефект 15 16 17 и требовался еще синус лифтинг открытый к сожалению не очень люблю но там не было вариантов и он меня уговаривал вот в этого все еще поставить подряд три имплантата и с не очень широким гребнем с не самыми лучшими условиями я категорически написал на меня жалобу в общем как бы она ничем не закончилась он все равно пришел ко мне и сделал так как я сделала как предложила но согласитесь что нельзя так установить имплантаты особенно в условиях до костные пластики одномоментность имплантации однозначно что там ничего не получится это все вывалится просто или это даст переимплантиты потом потому что это все несостоятельно там нету сосудов для питания они просто такой постепенно будет рассасываться из-за того что там недостаточность просто эндотериальных клеток для строения капилляра я развожу я долго ругалась с ортопедом со своим мы решили сегодня сократить все перерывы я сразу сообщаю алексей чтобы она меня не кричали